Сессия внеочередная, вопрос один, но безотлагательный и жизненно важный для республики. Суд в Новосибирске оставил без изменения решение Верховного Суда Хакасии по иску прокуратуры. Признать бюджет республики этого года недействующим. Причина – превышение дефицита и госдолга. Из-за этого все финансирование в регионе парализовано. Последствия эмоционально обрисовал руководитель Минфина. Именно поэтому мы должны сегодня принять настоящий закон. От этого зависит многое. Будут получать зарплату учителя и врачи, получат ли социальные пособия и льготные лекарства нуждающихся, будет ли оказана финансовая помощь муниципальным образованиям, а самое главное – получат ли кислород те, кто сейчас лежит на искусственной вентиляции лерких. Понимая важность и ответственность за судьбу республики, депутаты собрались на сессию. Но началось все со скандала, спланированного фракцией ЛДПР. Ее представители потребовали принять бюджет не сейчас, а растянуть на три чтения. Собрать антикризисную комиссию, привлечь к ответственности председателя парламента и снять председателя бюджетного комитета. Афракция ЛДПР, знак протеста, покидает сессию. В расчете на здравый смысл принимает мы решение депутатами совета и руководителя республики Харкасия. Своим демаршем ЛДПРовцы пытались сорвать принятие бюджета и тем самым перекрыть кислород республики. Они покинули зал заседания и спокойно дожидались окончания сессии, а может и дальнейших указаний на лавочке у серого дома. Саботаж коллег вызвал гнев остальных депутатов. Далее, что этим всем дирижирует, как тут написано, старший коллега из Москвы, заезжий депутат. Мы все понимаем, что речь идет о Соколе. Мы все это понимаем. Граждане сами определятся, кого стоит, куда избирать или не стоит. Политическая провокация не удалась. Нужный кворум собран. 32 депутата в зале и еще двое по видеоконференц-связи. Контрольно-счетная палата дала заключение. Бюджет выполним. Не противоречит нормам законодательства и может быть рассмотрен. Из проекта убрали дефицит, он всего полпроцента. В остальном, под доходом и расходом он остался прежним, подытожил Владимир Штыгашев. Все парламентарии единогласно проголосовали за бюджет. Думать нужно о населении, думать нужно о республике. В первую очередь, о не себе, о не своих настроениях, амбициях. И кому бы шпильку ставить. Вот это очень плохо смотрится на фоне вот этих проблем, которые мы сегодня решали. Мы допустили коллапса системы бюджетной, финансовой. Чтобы было по-другому, мне даже страшно представить. Но, конечно, в такой ситуации здравомыслящий человек должен был сказать свое «да». Игнорировать решение по принятию этого бюджета, я считаю, это преступление просто для Хакасии реальное. Мы же должны понимать, что в первую очередь мы представляем простых избирателей. А наносить им вред цели направлено, я не готов. Поэтому я пришел на эту сессию, проголосовал «за». Это действительно общая в стране такая трудная ситуация. И вы знаете, правительство Российской Федерации тоже постоянно включает в этот вопрос денежную помощь регионам. Поэтому я считаю, что сегодня депутаты проявили максимум сознательности и понимания.